а саламу алейкум всем доброй ночи уважаемые друзья ну что давайте я вам расскажу что у нас происходит так в первую очередь хочу сказать что он на том участке где находимся мы суджанское направление за сегодня было в общей сложности уничтожено несколько единиц техники разные как говорится суеты там что-то изо рты там что-то из минометов в общей сложности такая тема противник где-то нас тоже покусал это вчера было хорошо нас покусал сегодня давно на одном участке а машина подорвалась нашим но такая тема тоже есть самое важное это то что противник не смог абсолютно на нашем участке столько пытаясь продвинуться ничего сделать потери понес большие вот и у него в принципе как говорится где-то уже огонь и она видна но самое радостное это то что значит на правый наш фланг туда дальше кореньевское направление получается с той стороны у нас зашла 155 бригада морской пехоты вообще хочу сказать что это очень героические очень достойные ребята реально там где они оказываются они воюют очень мужественно достойно тоже никогда не отступают всегда идут вперед и 155 бригада морской пехоты она пользуется заслуженным авторитетом тем что они действительно просто красавцы настоящие мужчины настоящие россияне настоящие герои вот сегодня они хорошенько оторвали противника вот противник понес очень большие потери вот насколько я знаю уже несколько населенных пунктов ребята уже отбили у противника вот и пошла такая горячая работа там внизу получается от нас что меня очень радует потому что когда наш фланг хотя бы левый или правый начнет тоже работу делать то мы тоже уже сможем как говорится хорошенько отмутузить противника также хочу сказать что у нас донецкое направление вот номерация донецкая тоже очень хорошо движутся наши ребята очень достойно героические выбивают уничтожают противника идут очень хорошо вперед и в этом свете что я вам хочу сказать друзья на самом деле я вам всегда говорил что россия она в этом и своего победит это вопрос однозначный значит да я понимаю что сейчас все враги россии они сейчас сконцентрировались собрались они пытаются сделать что угодно но у них ничего не получается вот ничего не получается они на поле брони нас не могут победить ника и у час пошла вход как говорится их козырная карта которая называется гибридная война она идет давно против россии но это карта называется наверное межнационалка межконфессионалка то есть внутреннее получается будораживание внутренние составляющие нашего государства вот противник начал делать очень большой объем работы огромное количество сайтов другое другое созданных противников мы и тех сайтов которые у нас в стране с великой радостью подхватывают это все начинают как говорится разносить хочу что вам сказать кто бы что не делал кто бы что не делал кто бы не пытался разогнать межнациональную рост кто бы что не записывал не закидывал в конечном итоге это все завершится тем что россия однозначно победит потому что я всегда и раньше это говорил потому что россию любит бог и хорошо что мы в этой войне против войска антихриста находимся на той стороне на которой находится россия на которой находится бог и мы являемся частью той армии которая является армией победителей поэтому а я вас все хочу попросить о чем за нашими спинами среди нас есть очень много наших врагов на них когда ты посмотришь ты может быть их не определишь но когда вы общаетесь с людьми все равно мы должны всегда все наши действия соизмерять со своей любовью богу со своим отношением богу и если мы будем так поступать мы всегда будем с богом и бог нас будет любить так как мы тоже любим бога и стремимся к нему сделайте все ради бога я вас очень всех прошу сделайте все для того чтобы сатанисты которые делают огромный объем работы не смогли бить клин между нами но у них то и так и сядь все равно ничего и не получится но факт чтобы хотя бы не было у нас никаких раздравил это очень важно важно почему потому что даже когда это все завершится мы все равно должны быть вместе потому что россия она не будет оставлено в покое с сатанистами до тех пор пока мы окончательно не забьем последний гость в их групп до этого момента нам еще надо будет очень много работать это не один год не два это длительная кропотливая работа и в нашем единстве только будут наши силы то есть сила наша только в нашем единстве поэтому просьба к чему всех вас пожалуйста остаемся едины все держим строй все молимся насколько это возможно и кто как умеет молимся за россию за тех ребят которые сегодня воюют кто находится на передовой но и понятное дело все равно кто во что не говорил вы должны понимать те люди которые находятся сегодня реально на передовой готовы умереть они все равно являются большими патриотами нежели те которые сидят где-то в теплых комнатах и обливают грязью всех кого не попадя поэтому мы должны жестко четко понимать кто есть кто для чего мы в этом мире и чему мы идем пусть нам бог дарует всем мира спокойствие терпение победы еще конечно противник сейчас начинает все больше и больше разворачиваться и наносить удары по нашему мирному населению вот скажем вчера мы увидели что самый массовый наверно удар был по нашим городам в том числе по москве то есть по окрестностям москвы то есть но получилось так что очень большое количество ракет было направлено именно в этом направлении и у нас есть пострадавшие мирные жители точно такая же картина по всем приграничным регионам у нас получается от противника больше страдают мирные жители женщины дети старики нежели они могут нам что-то сделать на передовой куда я вам бог всем терпение дай вам бог всем мира и дай бог так чтобы было чтобы вы гордились и радовались тому что и вы являетесь жителями россии потому что бог избрал нас для того чтобы мы прошли эти испытания и заработали себе рай если мы будем едины весь мы будем вместе если мы будем в одном строю мы не можем потерпеть поражение потому что мы есть та сила которую любит бог мы есть та сила которая является божьей силой поэтому даст бог у нас все и так будет хорошо вам всем терпения долгих лет жизни мира счастья любви семейного благополучия пусть у вас всегда все будет хорошо ахмад сила россия мошь бугидин аллаху аквар ахмад сила и